Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На скамье подсудимых мужчина, которого обвиняют в убийстве. По версии обвинения, подсудимый отравил свою супругу, рассчитывая унаследовать квартиру погибшей. Однако защита не согласна с выводами обвинения и настаивает на невиновности своего подзащитного. Ведь причины и возможность совершить убийство были и у другого человека. Прошу всех встать, суд идет. Здравствуйте, господа, прошу вас, садитесь. Судебное заседание объявляется открытым. В этом году рассматривается уголовное дело по обвинению Бориса Ивановича Моссова в убийстве из корыстных побуждений своей супруги. То есть в совершении преступления, предусмотренного пунктом З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Елена Сергеевна, доложите, пожалуйста, о явке свидетелей. Ваша честь, явка свидетелей обеспечена полностью, не ожидают вашего вызова в коридоре. Благодарю вас. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Как вас зовут? Моя фамилия Моссов, зовут меня Борис Иванович. Когда и где вы родились? Я родился в 1942 году, 14 августа, в городе Мурманск. Ваш адрес назовите, пожалуйста. Москва, Ружейный переулок, дом 27, квартира 63. А чем вы занимаетесь? Преподавательской работой? Я занимаюсь преподавательской работой. Я профессор кафедры экономической географии Московского университета экологии и природопользования. Копия обвинительного заключения своевременно вам была вручена? Да. Прошу вас, садитесь. Спасибо. Потерпевший Андрей Владленович Бартеев. Правильно я назвал фамилию, имя, отчество? Да. Пожалуйста, садитесь. В судебном заседании председательствует федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин. Государственное обвинение поддерживает прокурор, старший советник юстиции Марина Борисовна Улищенко. Защиту подсудимого осуществляет адвокат Александр Станиславович Трещев. И секретарь судебного заседания сегодня Елена Сергеевна Третьякова. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Суд разъяснит вам ваши права. Будьте предельно внимательны. И если вам покажется что-то не очень понятным, переспросите, не стесняйтесь. Вы имеете право на защиту. Вы в праве защищаться от обвинения, отстаивать свои законные интересы любыми средствами, кроме тех, которые прямо запрещены законом. Ваши права вам понятны? Надеюсь, что да. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Теперь потерпевший Андрей Владленович Бартеев. Как потерпевший вы имеете право поддерживать обвинения. Вы имеете право представлять доказательства, давать показания, заявлять ходатайство, приносить жалобы, возражать против моих действий. Кстати, это и для подсудимого. Все возражения вносятся в протокол судебного заседания. И вы сможете выступить сразу же после прокурора в ходе судебных премий. Права понятны? Да, Ваша честь. Садитесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, будут ли какие-либо ходатайства? Нет, Ваша честь. На этом этапе ходатайства? Не имею. Благодарю вас. Переходим к судебному следствию. Слово для изложения и содержания обвинения предоставляется прокурору Марине Борисовне Уличенко. Ваша честь. Подсудимый Моссов Борис Иванович обвиняется в убийстве супруги Моссовой Александра Николаевна из корыстных побуждений по пункту З, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Труп Александры Моссовой был обнаружен 7 сентября 2006 года в 6.30 утра в квартире номер 63, расположенной в доме 27 в Ружейном переулке. Причиной смерти Моссовой стало отравление препаратом, относящимся к группе барбитуратов. Вещество было подсыпано в чай, который покойная Моссова пила перед сном. Как установило следствие, 6 сентября 2006 года подсудимый Моссов вернулся с работы раньше обычного и решил поухаживать за супругой. Чай для Моссовой подсудимый приготовил самостоятельно и лично принес ей на подносе. Смерть от отравления наступила между 2 и 3 часами ночи 7 сентября 2006 года. Труп Александры Моссовой был обнаружен сыном убитой, потерпевшим Андреем Бартеевым. В результате обыска среди бумаг подсудимого в ящике его письменного стола была обнаружена начатая упаковка препарата, явившаяся причиной смерти Моссовой. После смерти жены подсудимому, согласно завещанию покойной, досталась 4-комнатная квартира в Ружейном переулке. Мотивом преступления обвинение считает корысть. Свою вину подсудимый Моссов не признал. Проведенный судебной психолого-психиатрической экспертизой он признан вменяемым в отношении инкриминируемого деяния. И в ходе судебного следствия обвинение намерено доказать, что данное преступление совершил именно подсудимый Моссов Борис Иванович. И его действия следует квалифицировать пунктом З, частью 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть как убийство, совершенное из корыстных побуждений. Благодарю вас. Подсудимый встаньте, пожалуйста. Борис Иванович Моссов, понятно ли вам, в чем вас обвиняют? То, что сказала господин прокурор, мне понятно. Признаете ли вы себя виновным? Я неоднократно об этом заявлял, заявляю вам сейчас. Я не признаю себя виновным, я не убивал своей жены, я устал уже об этом говорить. В таком случае расскажите суду, что произошло 6 сентября 2006 года. 6 числа я освободился раньше обычного, отменили совещание, намеченное на вечер. Я сразу приехал домой, жена выглядела усталой, она очевидно замоталась в связи со сборами, она собиралась уезжать. Она попросила чаю, я приготовил ей чай, я заварил ей чай, самый обыкновенный чай. Ваша честь, разрешите? Борис Иванович, тогда объясните тот факт, каким образом в приготовленном вами чае оказалась смертельная для вашей супруги доза барбитурата? Вот этого я объяснить не могу, но я прошу мне верить, я не имею к этому ни малейшего отношения. Ваша честь, разрешите? Да, прошу. В связи с показаниями подсудимого, я хотела бы представить заключение экспертиз, может быть они внесут ясности, в том числе в его позицию. В деле имеется заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть Моссовой Александра Николаевны наступила 7 сентября 2006 года между 2 и 3 часами ночи. И смерть наступила от отравления препаратом, относящимся к группе барбитуратов. Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что вещество, которое было обнаружено в крови погибшей Александры Моссовой, и вещество, которое было изъято при обыске в вещах у подсудимого Моссова, идентичны. Имеется протокол обыска, который подтвердил, что таблетки, в которых находился держащий препарат барбитурат, были обнаружены среди личных вещей, среди бумаг подсудимого в ящике его письменного стола. Есть протокол обыска, и разрешите мне это вещество представить? Да, конечно. Пожалуйста, вот оно, вот эта упаковочка с этими таблетками. Как вы можете объяснить результаты обыска? Знакомо вам это вещество? Я никак вот этого объяснить не могу. Вот то, что вы показали, эту упаковку я вижу впервые. Ваша честь, позвольте, пожалуйста? Да, разумеется. Я хочу в подтверждение слов моего подзащитного сослаться на протокол дактилоскопической экспертизы, на заключение экспертизы, оно имеется в деле на листе 7374, из которой чётко и ясно следует, что отпечатков пальца на упаковке, в которой содержался этот препарат, моего подзащитного, не обнаружено. Удостоверяю. Спасибо. Пожалуйста, разрешите. Но мне хотелось бы вот верить в позицию Бориса Ивановича, как он нас всех просит, но следующие документы не дают мне покоя. На листе дела 73 вы можете увидеть копию завещания. Моссова Александра Николаевна всё своё имущество, в том числе четырёхкомнатную квартиру Ружейной переулки, завещала именно подсудимому, Моссову Борису Ивановичу. Имеется этот текст. Да, имеется этот документ. Ваша честь, я не могу связать одно с другим. Каким образом это завещание делает меня виновным в этом преступлении? Ну, я считаю, что данное завещание подтверждает вменённый корыстный мотив. И в деле имеется первоначальное завещание Моссовой, которая сначала желала свою квартиру завещать своему сыну Бортиеву Андрею Владленовичу. И в связи с этим вопросом, а вы знали о том, что ваша супруга изменила завещание в вашу пользу? Я объясню, почему было изменено завещание. Жена не хотела, чтобы нашим имуществом распоряжалась Женя, жена Андрея. Но я не вижу здесь мотива, я не вижу здесь корысти, простите. Ну, мне кажется, всё-таки разница есть для вашей семьи, кому завещать имущество, вашему сыну или вам. Тем более, эта разница существует для вашей юной любовницы. А это здесь при чём? Простите, пожалуйста. Я вам хочу сказать следующее, что, ваша честь, мы с женой прожили 35 лет. 35 лет! И мои отношения с другой женщиной, с Танечкой, они никакого отношения к моему браку, они не имеют. Я прошу мне верить. Протест отклонён, коллега. Тем более, что ваш подзащитный ответил. Будут ли ещё вопросы к Борису Ивановичу? Попробую, ваше честь. У вас подзащитный. Диме, ваше честь. Благодарю вас, Борис Иванович, за показания, и вы можете сесть. Итак, господин Бартеев. Андрей Владленович, 70-го года рождения. Да, ваше честь. Ваш адрес. Проживаю в Москве, оружейный переулок, дом 27, квартира 63. А занимаетесь чем? Я учитель физики в средней школе, 58-16. Александра Николаевна Моссова была вашей матушкой? Да. Вы её сын? Да. А в каких отношениях вы с Борисом Ивановичем состоите Моссовым? Он мой отчим. Он усыновил вас? Нет. Итак, 7 сентября 2006 года именно вы обнаружили труп вашей матушки? Да. Вы знаете, мы как бы рано все встаём, но мама вставала раньше всех, обычно где-то часов в 6 утра, готовила завтрак, провожала нас на работу. Я даже просыпался не столько от будильника, сколько от запаха завтрака. А в этот раз ничего такого не было. Меня это ещё очень сильно удивило. Я пошёл к ней в комнату, смотрю, она спит, попробовал разбудить, но не смог. Разрешите, Ваша честь, расскажите, пожалуйста, в суду о взаимоотношениях между вашими родителями. Это нормальная в целом была семья. Борис Иванович вроде как любил маму. Мама же в нём вообще души не чаяла. Вот. Ну, правда, потом всё изменилось. Ну, что изменилось, расскажите. Ну, когда мама вышла на пенсию, Борис Иванович, друг, почему-то, стал часто задерживаться на работе. Даже по выходным редко приходил. Объяснял всё какими-то лекциями, полевыми работами, совещаниями. Ну, даже спать стали в разных комнатах. Скажите, пожалуйста, а вот вы догадывались, что у вашего отчима появилась любовница? О том, что он, скажем так, ходит на страну, я узнал уже только после смерти мамы. Жена моя проболталась. А потом, видимо, старый вообще уже ум потерял. Как у тебя руки-то не отсохли? Андрюша, я не делал этого. Почему же ты мне не веришь? Помолчи. Скажите, пожалуйста, а вот вы видели, как он вечером 6 сентября из кухни выносил чашку с чаем? Да, да, видел. Мы в это время все в комнате сидели, телевизор смотрели. Ну вот. А он пошёл на кухню заваривать чай. А вот этот чай именно ей предназначался? Да. Чай был предназначен именно ей, поскольку он принёс его в любимой маминой кружке. Из этой кружки вообще никто, кроме мамы, не пил. Понятно. Ваша честь, позвольте. Ведёт допрос прокурора. Да, я хотела бы сначала представить протокол обыска квартиры по оружейному переулку. Хорошо. В ходе которого была изъята чашка. И в качестве вещественного доказательства по делу хотела бы эту чашку и показать. Извольте. Извольте потерпевшему. Вот она, эта чашка. Скажите, пожалуйста, потерпевшая, вот об этой чашке идёт речь. Да. Знаёте её? Да. Ну что это за чашка? Это мамина любимая чашка. Из неё пила только ваша матушка? Да. Только она. Ваша честь, позвольте. Прошу вас. Опять сослаться на заключение доктилоскопической экспертизы, которую я уже упоминал, которая имеется в материалах дела на листе 74. И согласно заключению экспертизы, на этой чашке не обнаружено никаких следов отпечатков моего подзащитного. Ваша честь, это совершенно понятно, потому что чашка была изъята спустя три дня после совершения преступления. Естественно, она была тщательно вымыта, протёрта и лежала на полочке без всяких отпечатков. Её уже больше никто не трогал. Но у меня вопрос дальше, разрешите потерпевшему задать? Да, извините. Скажите, пожалуйста, а вот кто-нибудь помимо Бориса Ивановича на кухню заходил, когда он чай готовил? Нет, никто не заходил. Как я уже говорил, мы сидели в комнате, смотрели телевизор. Я с мамой потом... В комнате были только вы и мама ваша? Да, дело в том, что как бы к нам пришли, и жена пошла открывать дверь. А Мусов в это время как раз заварил чай, принёс, отдал маме, она сразу стала пить, а он ушёл переодеваться. А ваша мама могла покончить с собой? Да вы что? Мама всегда такая весёлая, неунывающая была. Такой живчик, энергичный очень. О том, что он ходит на страну, к своей любовнице, она ничего не знала. А тут ещё путёвку как бы и достали в санаторий, всей семьёй выбивали. Она так ждала этой поездки. За неделю вещи собирать начала. Скажите, пожалуйста, а вот вы знали о том, что ваша мать собирается изменить завещание? Нет, вы знаете, у нас вообще как-то в семье не принято было обсуждать материальные вопросы. Это квартира мамы, как она считала нужным, так она ей могла распоряжаться. А о том, что завещание изменилось, я уже так же узнал только после её смерти. Понятно. Ваша честь, пока нет вопросов. Благодарю вас. У вас вопросы, Александр Александрович. Не имею, наша честь. Благодарю вас, Андрей Владленович, вы можете сесть. На скамье подсудимых мужчина, которого обвиняют в убийстве. По версии обвинения, подсудимый отравил свою супругу, рассчитывая унаследовать квартиру погибшей. Однако защита не согласна с выводами обвинения и настаивает на невиновности своего подзащитного. Ведь причины и возможность совершить убийство были и у другого человека. Вызывается первый свидетель. Это госпожа Балакина. Свидетель Балакина. Здравствуйте, свидетель. Прошу вас, встаньте за кафедру. Евгения Александровна Балакина? Да, Ваша честь. Чем вы занимаетесь? Я учитель труда в школе номер 58-16 города Москвы. Что вы имеете сообщить суду по сути этого дела? Ваша честь, я видела, как Моссов приносил чай для Александра Николаевны. Заслышите, вот уточните, когда вы это видели? Ну, это было 6 сентября, перед смертью Александра Николаевны. Вы знаете, я тогда даже и предположить не могла. Я считаю, что в этой смерти есть некоторая моя вина, поскольку мне нужно было тогда сразу рассказать, что это я видела Моссов с любовницей. Пожалуйста, вот поподробнее расскажите нам об этом. Дело в том, что мой бывший муж, у меня был гражданский брак до этого, он работает барменом в кафе, и я просто как-то мимо проходила и решила, дай-ка загляну. И, ну, у нас с моим бывшим мужем гражданским сохранились нормальные отношения, вот, и как раз вот там я впервые увидела Моссова со своей любовницей, которую, между прочим, ему в дочери годится. И представляете, они прямо там, как старшеклассники, целовались, и вот в возрасте. Женечка, ну что ты говоришь, ну ты преувеличиваешь. Ой, стыд бы поимели, Борис Иванович, вы со своей лохудрой совсем голову потеряли, вы даже на убийство пошли. Евгения Александровна, отвечайте на вопросы старые. Потому что это любому понятно, что это не просто так, из-за нее все. Выводов свидетель делать не должен. Вопросы прокурора. Да, у меня еще будут вопросы. Скажите, а вы вот о том, что застали, видели Моссова вот в этом кафе с любовницей, ну, другим членам семьи рассказывали? Да я хотела, но вот Борис Иванович у меня просил, можно сказать, даже чуть ли не в ногах валялся. Мол, чтобы я не раскрывала всех тайны ради дома, ради семьи, что он прекратит свои отношения. Ну, я ему и поверила, а зря оказалось. То есть вы хотите сказать, что он не сдержал своего слова порвать с любовницей? Да, именно это я хочу сказать. Потому что мой муж, бывший Анатолий, он еще не раз видел в этом самом кафе эту парочку. И как бы эти отношения продолжились. Может, здесь пока нет вопросов? Вопросы защитника. Скажите, пожалуйста, а какие были у вас отношения с покойной вашей свекровью, Александрой Николаевной Моссовой? Я что-то не понимаю, вы сейчас за меня, что ли, взялись? Нет, я ни за кого не взялся. Хорошо, хорошо. Что касается меня, так с меня взятки гладкие. И, знаете, я никого не убивала ради молоденьких любовниц. А с Александрой Николаевной я даже никогда не ссорилась. Я не буду скрывать, у нас действительно с ней были такие отношения, она меня недолюбливала. Да, детка, она тебя терпеть-то не могла. Как она недолюбливала? Она завещание изменилась. Вы на себя посмотрите сначала, а? Борис Иванович, шум на себя ведете. А как, по вашему мнению, почему вас недолюбливала, как нам стало известно, ваша свекровь? В чем причина? Так, я понимаю, конечно, что вам сейчас нужно крайним найти, это необходимо. Нет, нет, мы задаем вопрос, вы нам очень поможете. Ну вот он сейчас с вами рядом сидит. Евгения Александровна, суд крайнего не ищет, крайнего в очереди ищет. Суд ищет правду. Вот что для нас важно. И ответьте на вопрос защитника. Ну, здесь была просто обычная история. Ну, что тут можно сказать? Свекровь, она есть свекровь. Мы с Андреем познакомились, полюбили друг друга, я забеременела, мы поженились. Она просто не хотела, Александра Николаевна, меня прописывать в этой квартире. Аферистка меня называла. Можно подумать, что если я не москвичка, значит, обязательно мошенница должна быть какая-то. Ну, а потом вроде бы все как бы устаканилось. Опять-таки же у нас ребенок общий родился. И Александра Николаевна ко мне привыкла. Ну, в общем, нормально, у нас были отношения хуже, чем у других семей. Значит, разрешите? Хорошо. А вот, Борис Иванович, к вашему появлению в семье как отнесся? А вот, кстати, Моссов как раз неоднократно с Андреем разговаривал по поводу того, что мы молодая семья, должны жить отдельно от родителей, что, мол, не гоже такому здоровому лбу за маменькину юбку цепляться. Совершенно справедливо я разговаривал с Андреем об этом. Ну, конечно, вот таким он тихим сапом, он постепенно выживал у нас из квартиры. Теперь тут понятно, что делать. Ну, тебе не стыдно, ну что ж такое плетешь-то, а? Конечно, чтобы Александр Николаевна травить. Вообще, возьми себя в руки хотя бы капель. Да, и со своей любовью он сюда вселится. Нормально? Вопросы к этому свидетелю будут еще? Не имею ваше честь. Марина Борисовна, Евгения Александровна, суд благодарит вас за показания и прошу вас, займите любое место в первом ряду. Вызывается свидетель Лямкина. Свидетель Лямкина. Здравствуйте, свидетель. Будьте любезны, встаньте за кафедру. Татьяна Михайловна Лямкина. Да, это я. Где и когда вы родились? В Москве, в 1987 году, 2 апреля. По какому адресу вы зарегистрированы и где живете фактически? В Москве прописано и живу. Так получилось, что я прописана на улице Кулакова, дом 17, а проживаю на улице Усачева, 889, квартира 9. Род ваших занятий? Я очень люблю заниматься фитнесом и хорошо играть в теннис. Надеюсь, вы и теннисистка хорошая, и свидетель будете хорошей. Но я-то имел в виду другое. Вы учитесь, работаете? Да, учусь на втором курсе. А в ВУЗе? А в каком ВУЗе? В Университете экологии и природопользования. Вопросы прокурора? Татьяна Михайловна, вот подсудимый Моссов Борис Иванович, знаком вам? Да, конечно, знакомый с ним. Ну, мы раньше дружили, но сейчас как бы не очень. Ну, а раньше, да, он мне помогал с учебой, дарил подарки. А вы знали, что он женат? Да, конечно, Борис от меня ничего не скрывал. А у вас были с ним близкие отношения? Были и близкие. Ну, влюбился человек, я же не могла отказать. Понятно. Ваша честь, в связи с тем, что у нас сейчас как раз свидетель на трибуне, я хотела бы представить протокол обыска, который был проведен по месту ее фактического проживания. И там были изъяты лекарства, которые хранились у нее на кухне. Список имеется, приложен к протоколу обыска. Эти лекарства в аптеках продаются исключительно по рецепту врача. В том числе были, значит, некоторые сильнодействующие, снотворные, в том числе относящиеся к группе барбитураторов. В вашем присутствии обыск происходил, правда? Вот. Также была проведена химическая экспертиза, которая подтвердила идентичность барбитурата, который был применен при отравлении, вот с теми барбитуратами, которые у нее также были найдены в ее аптечке. И в связи с этим у меня вопрос к свидетелю. Скажите, пожалуйста, каким образом к вам попали вот эти лекарства? Сильнодействующие, снотворные и так далее? Ну, как? Моя мама работает фармацевтом, она пытается меня постоянно лечить от чего-то. И она без таблеток ко мне не приходит. А где вы вообще хранили вот эти все препараты, которые вам мама приносила? На кухне, в старой коробке. Ну, мама же старается ради меня, не выбрасывает же. Понятно. А вот подсудимый Моссов бывал у вас в гостях? Бывал, конечно. Скажите, а вы вообще какой-то учет лекарственных препаратов ведете? Вот некоторые списки составляют, на коробочках чего-то приклеивают. Вы вообще могли бы заметить, если из вашей аптечки пропал бы какой-то препарат? Нет, конечно. Мама столько всяких таблеток принесла, я даже в них вообще не разбиралась. Так что ничего. Даже не поняла бы, если они пропали бы. Понятно. У меня нет вопросов, ваша честь. Вопросы защитника. Паша, есть вопросов? Нет? Пока. Не брал я там никаких таблеток, не брал никаких лекарств. Татьяна Михайловна, суд благодарит вас за показания и прошу вас садитесь. Вызывается свидетель Славина. Свидетель Славина. Здравствуйте, свидетель. Будьте любезны, встаньте за кафедру. Лариса Петровна Славина? Да. Вы учитель, преподаете русский язык и литературу в школе 58-16 города Москвы. Да, именно так, уже 11 лет. Целых 11 лет. По этому делу вам что-то известно? Да, я знаю, что Александру Николаевну отравили. Якобы Борис Иванович. Ну вот какое дело. Я в тот вечер заходила к Моссовым. Я имею в виду 6 сентября. Мне надо было Жене долг отдать. Год-два назад занимала, и вот только в этом сентябре удалось отдать. Из прихожей, где мы с ней стояли, была кухня, хорошо видна. А в это время как раз Борис Иванович чай готовил. Ваша честь, позвольте вопрос? Извольте. Вот можете последовательно описать его действия? Что он делал вначале, потом, потом, до того, как принес чай? Достаточно подробно. Он налил кипятка, достал пакетик из пачки, сахару насыпал, молока долил. Женя спиной к кухне стояла, а я все прекрасно видела. Ничего он в чай подозрительно не доливал, не подсыпал. И сразу чашку жене понес. Сразу понес жене. Хорошо, а насколько я понял, вот потерпевший и вот свидетельница Балакина сидит. Они ведь ваши коллеги по работе. Да, с Андреем Бартеевым я работала в школе с самого начала. Он пришел в школу на несколько лет раньше меня. А Балакина появилась позднее, года два с половиной назад. Мы с ней даже вначале подружились, так сошлись вроде хорошо. А потом, а потом я ее все-таки раскусила, и мы дружить перестали. Лариса Петровна, вот вы можете поподробнее объяснить, почему? Мне в свое время был симпатичен Андрей Бартеев. И Женя об этом знала. Но первое время она все удивлялась, что я в нем нашла. И говорила, мол, да посмотри, у него ни рожа, ни кожа. Все советовал переключиться на более достойного кандидата. Ты подумай, хорошо, что ты говоришь вообще. Это правда? Да врет она сейчас, ты кого слушаешь, не слушаешь вообще. Ужас, бред какой-то. Она в упор не замечала вначале Андрея. А стоило мне сказать, что он наследник челекомнатной квартиры, как она тут же поменяла свое мнение. И даже мужа своего Толика бросила. А поясните, пожалуйста, какого Толика вы имеете в виду? Это гражданский муж Балакиной, бывший муж. Она нас раньше познакомила, когда мы еще дружили. Не мужчина, а золото. Он на руках Женьку носил, на работе навещал часто. И ведь бросила, как обувь старую выкинула. Слушай, ты что несешь? У нас нормальная семья. Чем тебе мой ребенок не доказательство? Да ты не любишь Андрея. Прекрати, а? Ты только его используешь. А у тебя зависть. А ребенок, ты забеременен только для того, чтобы Андрею себе привязать. А ты до сих пор никому не нужна. На себя посмотри. Если бы не ребенок, он и не женился бы на тебе. Кажется, свидетели перевозбуждены. И отвлеклись от темы. Да. Много шума. Будут вопросы, коллеги? Нет, ваше честь. Не, ваше честь. Ну и слава богу. Лариса Петровна, суд благодарит вас за показания. И прошу вас, садитесь. Вызывается свидетель Богатырев. Свидетель Богатырев. Как вас зовут? Богатырев Анатолий Владимирович. Анатолий Владимирович. Вы зарегистрированы в Москве по адресу улица Пулковская, дом 71, квартира 23. Да. И вы работаете барменом. Да, совершенно верно. Пожалуйста, приступайте к допросу. Пожалуйста, разрешите, у меня будет вопрос. Первый вопрос. Анатолий Владимирович, вот посмотрите, пожалуйста, сидит мужчина, Моссов Борис Иванович, и свидетели, вот в ярком платье девушка Лямкина. Вы видели когда-нибудь этих людей? Да, я видел их. Они приходили часто в бар, заказывали дальний столик. Ну, я их часто видел в своем баре. Понятно. Ну, вот как они с собой общались? Кто они друг для друга? Родственники? Как вы поняли? Ну, однажды к мне пришла Женя на работу. И я ей сказал то, что смотри, какая удивительная пара. Вроде как бы не соответствует возрасту. А она посмотрела и сказала, да, это мой свекор. Правильно я поняла, что они вели себя как любовники? Ну, конечно. Понятно. Что за причину законом, простите. Ваш, если позвольте? Да, конечно. Ну, я думаю, мы все выяснили какие-то подробности. По мнению защиты, не относящиеся к делу, я позволю себе задать вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Балакина, свидетель в этом уголовном процессе. Вас с ней связывали близкие, любовные отношения? Я возражаю. Значит, мои вопросы не имеют отношения к делу. Мы же послушали, вас не перебивали. А защита пытается выяснять личное отношение свидетелей непонятно для чего. Это имеет отношение к делу. Вы намерены? Вы намерены? Вы намерены впоследствии связать ответы свидетеля с ними вашей защиты? Да. В таком случае возражение отклоняется, вы можете продолжать допрос. Итак, свидетель, вас связывали с Балакиной близкие, любовные отношения? Ну, не только любовные. Мы вместе жили. Нас многое связывало. И как вы отнеслись к тому, что она оставила вас ради другого мужчины? Ну, да, я сначала не мог ее простить. Но потом со временем как-то мы помирились. Ну, больше я на нее зла не держу. Ну, если так можно сказать, простил. Простил. Кому-нибудь нужно твое прощение? Женя перед тобой ни в чем не виновата. А со мной у нее есть то, чего не было с тобой. Я ей смог дать ребенка. Что? Что ты говоришь? Ребенок, да, говоришь? Да. А ты на себя в зеркало смотрел? Да если на то пошло. Похож на тебя ребенок. Ребенок. Уважаемый, по настоянию мамы я сдал все анализы. И я уверен на 100%. Андрей Владленович, да и вы, Анатолий Владимирович, прекратите перепалку. Просите, Ваша честь. На скамье подсудимых мужчина, которого обвиняют в убийстве. По версии обвинения, подсудимый отравил свою супругу, рассчитывая унаследовать квартиру погибшей. Однако защита не согласна с выводами обвинения и настаивает на невиновности своего подзащитного. Ведь причины и возможность совершить убийство были и у другого человека. Жень, это... Чей это ребенок? В чем дело, я не пойму. Какая тебе разница, в чей ребенок? Ага, нет, дорогая, так дело не пойдет. Скажи честно, это его ребенок? Ты вообще тебе... Прекрати вообще тебе. Мне все равно, ты что, с ума сошел, что ли? Мы с тобой же давно разошлись. Ты живешь отдельно, я отдельно. Мы с Андреем, и все. У нас с Армасима не надо совмешиваться. Значит, я отдельно, ты отдельно, да? Ты за себя отвечает, пожалуйста. Значит, вот так, да? А ты все хорошо подумала? Я нормально подумала. Хорошо подумала, да? Я в последний раз спрашиваю, это чей ребенок, его или мой? Тебе какая разница? Ты не лезь в нашу семью, у нас все нормально, и не надо лезть в нашу семью, понимаешь? Значит так, да? Ты уж помолчи, а то я заговорю. Ты у него спроси, у него с головой, наверное. А я молчать не буду, я все расскажу. Ничего ты не расскажешь. Призываю всех к порядку. Если пререкания не прекратятся, всех удалю из зала судебного. Ваша честь, позвольте. Вот я смотрю, страсти накаляются, мы выясняем новые пикантные обстоятельства из личной и семейной жизни участников процесса. Можно я продолжу допрос в свете? Да, да, давайте продолжим. Самое время. Да, давайте продолжим. Вы должны сказать правду. Вы готовы это сделать? Да, да, давайте продолжим. Я, Ваша честь, я хочу изменить все показания. Я не намерен эту дрянь покрывать. Надеюсь, вы помните об уголовной ответственности за ложь? Да, да, Ваша честь. Вы можете выразиться поточнее? Ну, а куда я тут точнее? Это она убила Моссову. Ты что несешь-то? Не слушайте его, он пьяный. Это как раз не пьяный. Замолчи, а? Я все равно все расскажу. Замолчи. Ты что несешь-то? Я все равно все расскажу. Ну, чего ты не расскажешь? Продолжайте. Ваша честь, это, да, я это, извиняюсь, Ваша честь, ну, Ваша честь, я много здесь узнаю для себя. А вот дело было так. Когда эта история началась, мы с Женей мечтали о ребенке. Ну, сами понимаете, то, что без скала, без двора, постоянно снимали квартиру, да и в жизни никакого проблеска. А Славина познакомила Андрея с Женей и рассказала о его наследстве. И мы подумали, решили, что она попытается за него выйти замуж, ну, ненадолго. Потом разведется, и мы останемся с квартирой. Свидетель, то есть, иными словами, вы хотите сказать, что Балакина вышла замуж за Бартеева исключительно с целью, чтобы завладеть его жилплощадью? Да, да. Для себя и для вас? Да, Женька это все сама придумала. Да и я отказаться-то не мог. Да уже надоели эти мытарства по всем съемным квартирам. Никакого проблеска. Да и, в принципе, вариант был хороший. Да и мне показалось, проще парень репы. Все это. Понятно, то есть она вышла за него. Мне просто мстит за то, что я от него ушла. Даже не слушайте его, я вас спрашиваю, Ваша честь, пожалуйста. И что было дальше? Вышла она за него замуж и? Как развивались события? Да, мы решили так, потому что она выйдет замуж. Потом разведется, раздел имущество. Ну да, Андрей был единственным наследником этой квартиры. Но все изменилось. Что изменилось? Ребенок? Ну да, значит, если бы Андрей не захотел бы разводиться, то она бы ему сказала по правде, чей это на самом деле ребенок. А я, дурак, думал, что это мой ребенок. А кто вас в этом убедил, что это ваш ребенок? Да это она, она тварь божилась. Ну все сразу изменилось, свидетель, без грубости. Мы вообще не обсуждали рождение моего ребенка с тобой. Ну все изменилось. Ты что несешь-то вообще? Да все изменилось. Бабуля поменяла все планы. И завещала все к эту квартиру мужу. Свидетель, ну а вы-то каким образом об этом узнали? Потерпевший даже не знал. Да, Женька подслушала телефонный разговор. Моссовой с нотариусом. И все сразу как-то изменилось. И что же было дальше? Все усложнилось, все эти субъективные тяжбы. Да ну черт ногу сломает. И потом еще неизвестно, сможет ли она отсудить что-нибудь у Моссова. И Женька тут придумала такую маленькую хитрость. Да даже здоровому человеку такая идея в голову не придет. Моссова могут подозревать в убийстве. Но только ей нужно было подобрать нужный момент. Нужный момент. То есть вы хотите сказать, что для своих планов, для того, чтобы завладеть Джейлоплощадью, она как раз и решила отравить Моссову? Да, да, верно, верно. И что было дальше? Ну дальше было... Она решила как? Решила как она сделать? Значит, когда Моссов пришел с работы, пошел переодеваться в другую комнату, а Андрей пошел проверять школьные лабораторные работы, на соседнюю тоже комнату, она схватилась за сердце, как будто ей больно. И все знали, что у нее оно слабое. И бабуля бросилась за птичкой на кухню. А этой твари только это и нужно было. Боже, честь. Их ты называется маленькая хитрость, да? Борисова? Звери вы! Звери! А где барбитрат вы достали этот? Да, да, это мне доктор выписал. В маленьких дозах оно действует как снотворное. Женька попросила меня всю пачку отдать. Я даже не думал, для чего это ей нужно было все. А потом она мне всю правду рассказала, когда это все уже случилось. Ну то есть в случае такой представился реализовать свои планы как раз вот 6 сентября 2006 года, да? Ну да. Будут ли вопросы к свидетелю? Ваша честь, какие же тут вопросы? Не имею. У меня тоже нет вопросов. Анатолий Владимирович суд благодарит вас за показания и прошу вас садитесь. Уважаемые коллеги, чем-либо дополнить судебное следствие? Нет, у меня нет дополнений. Странно значения. Не имею дополнений. Благодарю вас. Переходим к премиум сторон. Судебное следствие окончено. Слово для изложения позиции государственного обвинения предоставляется прокурору Марине Борисовне Уличенко. Ваша честь, при вроде бы первой кажущейся такой простоте этого дела, на самом деле оно очень сложное. И я это признаю. Однако я думаю, что мне удалось доказать, что смерть Моссовой Александра Николаевны носила насильственный характер. И она была отравлена, а не покончила с собой или по ошибке приняла какой-либо препарат. Проведенными по делу многочисленными экспертизами доказано, что смерть ее наступила в результате отравления барбитуратом, который находился в сильнодействующем препарате. И данный препарат поступил в ее организм вместе с чаем. И как нам удалось установить, в этот вечер чай она пила один раз из рук своего супруга. Действительно, вот при таких обстоятельствах можно сделать вывод о том, что к смерти Моссовой причастны домочадцы. То есть те люди, которые имели возможность физическую подсыпать сильнодействующий препарат ей в чай. И мы установили, что Моссов, я особо подчеркиваю, случайно, чего он раньше, вернее, чего он долгое время уже не делал, вернулся домой рано и решил приготовить своей супруге чай. Свидетель Славина видела из прихожей, как он на кухне готовил ей чай, взял пакетик сахар, молоко, что-то еще и понес ей. И замечу, что в этот момент она пояснила, что Женя, невестка Моссова, стояла спиной кухни, то есть не видела, как Моссов готовил чай. То есть, дальше я прослеживаю показания свидетелей и потерпевших по делу. Потерпевший говорит о том, что он сидел с матерью в комнате, смотрел телевизор, Моссов принес ей этот чай на подносе, мама взяла чай и стала его пить. И после того, как она выпила чай, она пошла спать. То есть, вот чай этот за этот промежуток времени был единственный. Я считаю, обвинение доказано. Прошу признать Моссова виновным по пункту З, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в убийстве из корыстных побуждений своей супруги. И за столь жестокое преступление назначить ему наказание, введя 11 лет лишения свободы. Благодарю вас. Андрей Владленович Бартеев, ваше слово, слово потерпевшего. Ваша честь, несмотря на то, что один из свидетелей пытался очернить мою жену, я не верю в то, что она могла убить. Я убежден, что это сделал Борис Иванович Моссов. Благодарю вас. Слово для защиты предоставляется адвокату Александру Станиславовичу Тричеву. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд. Ну, начнем с самого главного. Обвинение выдвинуло, как самое достоверное доказательство причастности моего подзащитного, в том, что в его столе обнаружили препарат, которым и была отравлена покойная. Но, позвольте, мы все знали о том, что в материалах дела имеется экспертиза в том, что на этом препарате нет никаких отпечатков. Как же мы предполагаем, что он, пытаясь его спрятать, засунул в свой стол, за которым писала диссертация, и стер отпечатки пальцев? Для разумных людей очевиден факт, что его хотели подставить, и только поэтому подсунули ему этот пакетик. Далее, уважаемый суд, у нас нет никаких оснований не доверять показаниям свидетеля, который явно сказал, как и почему родилась эта идея, и каким образом она была реализована. А также и объяснил, откуда взялся этот ядовитый препарат. Это выписали ему, он нам четко сказал. У нас нет никаких доводов и оснований не доверять этому свидетелю. У нас нет никаких оснований подозревать его в недостоверности. Более того, его показания логичны, последовательно, правдивы были в части, кто я его об этом спрашивал. Они также подтверждаются показаниями и иных лиц. Мы знаем о том, что лично ваша коллега по работе приходила и очень детально и подробно объяснила нам, как же происходил сам факт различия чая. Парадоксально, но в деле нет ровным счетом ни одного доказательства, которое бы подтверждало то, что убийцей является мой подзащитный. Ни на чашке, нигде. Поэтому, уважаемый суд, добропорядочный человек долгое время томится в заключении. Он не совершал этого преступления. Поэтому я прошу вас оправдать его в связи с тем, что он не причастен к этому преступлению и признать его право на реабилитацию, а также по возможности отпустить его прямо здесь, в зале судебного заседания. У меня все в вашей честь. Благодарю вас. Борис Иванович Моссов, вам предоставляется последнее слово. Я хочу сказать следующее. Я не совершал этого чудовищного преступления, этой подлости и гадости. Мне очень горько, Андрюша, что ты вот смотришь на меня вот с такой улыбкой. Я тем мальчонкой, когда пришел в семью, вырастил, вот такого большого и красивого. А ты не веришь ни единому моему слову. А потом убил маму. Господин Бартий. И что? У меня все. Благодарю вас, Борис Иванович. Вы можете сесть. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. На скамье подсудимых мужчина, которого обвиняют в убийстве. По версии обвинения, подсудимый отравил свою супругу, рассчитывая унаследовать квартиру погибшей. Однако защита не согласна с выводами обвинения и настаивает на невиновности своего подзащитного. Ведь причины и возможность совершить убийство были и у другого человека. Прошу всех встать. Суд идет. Провозглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, Федеральный суд приговорил Бориса Ивановича Моцова по пункту З части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать на основании пункта 2 части 2 статьи 302 УПК Российской Федерации поскольку подсудимый не причастен к совершению убийства Меру пресечения в отношении оправданного отменить и освободить его из-под стражи немедленно в зале судебного заседания Признать право Бориса Ивановича Моссова на реабилитацию Уголовное дело направить прокурору для производства предварительного следствия и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого Приговор может быть обжалован сторонами в касационном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения Прошу садиться Борис Иванович Моссов Встаньте пожалуйста На чаепитии в Ружейном переулке оказалось очень много людей И особенно хочется отметить свидетеля Славину Лариса Петровна стояла в прихожей но с такими подробностями описала как вы готовили и подавали чай как будто бы наслаждалась лицезрением чайной церемонии Никто из очевидцев не утверждал будто вы добавляли в чай подозрительные порошки либо таблетки Потерпевший Бортиев сообщил что вы принесли жене чашку чая после чего удалились переодеваться а ныне покойная Александра Николаевна Моссова выпила чай Суд сомневается будто бы Андрей Владленович мог наблюдать процедуру чаепития до последнего глотка Господин Бортиев сообщил суду что он в этот момент смотрел телевизор Кроме того предубежденность вашего приемного сына очевидна Я далек от того, чтобы обвинять вас господин Бортиев в даче ложных показаний я склонен думать, что вы добросовестно заблуждаетесь Пачка таблеток в ящике стола это слабый фундамент для обвинения в убийстве тем более, что на упаковке нет ваших отпечатков пальцев Что касается обыска у вашей подруги то эксперты констатировали что в аптечке госпожи Лямкиной есть такое лекарство но отнюдь не сделали вывода, что упаковка вот эта представленная как вещественное доказательство и упаковки обнаруженные в аптечке Лямкиной из одной партии в связи с этим суд считает, что ваша виновность не доказана и оправдывает вас приговор суда вам понятен? Ваша честь, мне понятно имейте ввиду, что сторона обвинения в том числе и вы, потерпевший вправе обжаловать приговор в течение 10 суток, начиная с сегодняшнего дня Копию приговора вы получите и вы тоже, если захотите Судебное заседание объявляется закрытым Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание